Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1406. Событие дня. Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. И проповедано будет сие Евангелие, Царствие по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. За 20 октября 2019 года. День воскресный был. Наше обращение о помощи. Внимательно прочитайте, может сами поищите таких людей. Это кормильцы наши, Игорь, не может никогда купить комбайн. Там все написано. Курсором ткнуть, остановить и прочитать. И дальше. Имя Божие запомните на всю жизнь. Его значение. И там был комментарий отключен. Я отвечаю на это. Спасибо. 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 И вот показывает. На этой странице приведен список русскоязычных, православных авторов, в основном библейской литературы, которые использовали имя Божие в своих трудах. Ну и сразу сказали, список не обладает полнотой введения всех авторов в их произведении. По мере возможностей пополняется понемногу. И дальше Григорий Низкий. Я выделил красным те, которые мне известны. Вот знамя ротное, Преобженского полка. Не знаю, печать Петра Первого. Ну какое-то. Ну печать и печать. Вот посмотрите кто. Красным это те, которые мне известны. Герасим Павский, Перевозчики, Архимандрит, Макарий, Глухарев, все. Феофан, Затворник. Словарий, энциклопедии. Ну то просто посчитайте. И главное, русский синодальный перевод. Самая популярная Библия России. Лопухин, Соловьев. Архимандрит Никифор. Эциклопедия. 905-й год. По годам. Митрополит Сергий, Строгородский. Бердяев. Карташов. Бископ Маккасьян. Безобразов. Безобразов в ликах. Аверки Таушев. Александр Мей. 96-й. Митрополит Иларион. Профессор Осипов. Священник Гомеров. Священномочник Иларион. Троицкий. Это выпустили материал его. А его уже не было живых. Андрей Ткащев. Андрей Кураев. И дальше даже Игнатий Лапкин. Православный миссионер. Деревья потеряю. Колтай. Я посмотрел. Где. Ну один раз. Это упоминает. Называет Иларион. Допустим. У него и нашел один раз. И все. Больше нет. А теперь посмотрим. Вот сколько их я посчитал. Всех которых мне известно. Ну не считая словари. Так у меня упоминается имя Игова. У одного. Намного. Намного больше. Вот я пишу. У Бога. В Святой Библии. Около 500 имен. Но когда Бога спрашивали святые. Он всем отвечал. Что имя его Иегова. И скрывать Божье имя. Преступление. Вот я теперь выставляю эти места. 8 мест. Вот сейчас посмотрите. Где будет. Вот так. И все места. И говорит Иегова. Иегова в Библии. Которая у нас на столе. Эту Библию издавали. Дореволюционные. Синодальный перевод. За границей. Здесь все патриархи. Сектанты. Паптисты. Все. Все издают. Синодальный перевод. Вот. А это было сделано в православии. В течение двух тысяч лет. Вот я и делаю упор. Чтобы раскрыть сокрытое. Это имя Божье. Иегова. Яхва. Яхва. Было заменено на Адонай. Или по нашему Господь. Это имя. В оригинале. В Святой Библии. Встречается. Более 7 тысяч раз. Так что не я тут на беду. А туманно пустившие. В моих книгах. Открытым оком. В 32 томах. Почему не 33. Не знаю. Имя Иегова. Встречается. 2 тысячи. 944 раза. Ну. 3 тысячи. Из них только в моих 3467 стихах. Имя Иеговы. Встречается 936 раз. В стихотворениях. 936 раз. Но этого нет. Во всей литературе. Может быть. Мировой. А в русской нет. Там встречается. У Фруга. Где-то. Несколько раз. Лаврова. 2-3 раза. А это 936 раз. 936. А округлить. Можно сказать. Тысячу. А там. Всего в книгах. Встречается. 3 тысячи. Вот. Представь себе. Сколько. Для того. Чтобы сделать его открытым. И дальше обещаем. Миллионы. Часовые стояния в храмах. И буквально нигде не слышится за выглушение. За богослужениями. Имя Бога Иеговы. Ни в канонах. Ни в акафистах. Ни в молитвах. За живых. Ни за упокойных. Ни в утрих. Ни в вечерних молитвах. Но считаем. Да светится имя твое. А имени-то и не знают. Нонсенс. И слово имя по отношению к Богу встречается везде в молитвах. И ни разу нет самого имени. Ни разу. Как же можно так омертветь, ослепнуть, чтобы даже вопросы подобные себе не ставить? Считается книга из Святой Библии Псалтырь и по живым и по умершим. И в богослужениях. И слово имя встречается в разных падежах. Только в этой Святой Книге Псалтырь 103 раза. Как, например, Господи Божий наш. Как величественное имя Твое по всей земле. Слава Твоя простирается превыше небес. Буду возвещать имя Твое, братья мои, посреди собрания. Восхвалять Тебя. Восхвалять имя Твое. А имя, я спрашиваю, никто не знает. А где же само имя Божие? 103 раза скрыли только в Псалтыре. Оказывается, что в оригинале Псалтыре это имя Божие упоминается 702 раза под словом Господь. 702 раза под именем Господь. В Псалтыре заменили 702 раза и 103 раза скрыли. Получается 805 раз. Так при чем же тут свидетели Иеговы? А вот уж так дошло, что имя Божие ассоциируется сразу же с этой сектой. И уж никак ни с православными, ни с католиками, ни с иными, где имя Божие намертво скрыли. Но не люди же сами это сделали. Кто-то же надел им властеницу на голову. Вот я и делаю упор, чтобы раскрыть сокрыто. Это имя Божие Иеговы, Яхве Яхве, было заменено на Адонай. Или по-нашему Господь. И вот теперь у меня тут оношлась Валентина Афанасина, наша прихожанка Шитикова. И вчера уже побеседовали. Опять взялся Вячеслав. Видишь, как устроил встречу. Спасибо, Христос. Вот Илья Вичкутов. Мне нужно стихи насчитывать. Он вроде бы берется. Вот на один интересный разговор. Евангелие за колючей проволокой. И как заключенные пишут, что там есть. И эта организация мне написали. И я ему ответил. Это очень близкие там дети. Ярла Николаевича Пести. Вот я покажу, как они мне прислали. К этому написанному я никакого отношения не имею. Но тут адреса, все, заключенные пишут. Я не знаю от меня. И прислали из Москвы. Такая организация зарегистрирована и говорит. Все, как мне известно от них. Эдуард у них там вроде старший. Вот мне иногда такие письма присылают из заключения. Я никогда не отвечаю ни на одно. А почему? А не верю. Я не верю. Там я был в лагере, был в тюрьмах. Там специалисты специально за папиросу за одну. Курить-то нечем. Напишут. Или женщину разжалобят. Замуж она выйдет. Посылки ему слать будет. Или вот здесь. А как? Ничего посылать. То есть принимать, все, отвечать, но не верить. Пока не убедитесь. Я только в нашей тюрьме здесь. Ну, называется СИЗО. Следственный изолятор. На канатной. Вот только здесь. Восемнадцать лет. И по радио у них выступаю. И беседую. И литературу заношу. За восемнадцать лет. Ни одного не подготовил к окрещению. Ни одного. Так же курит. Так же матерятся. И все. Я все верю. Ему неужели выдраться из камеры. Пройтись хотя бы по коридору. Он устал уже. Все. Вот и все. Не верю. Опять выдержки из писем. А не стихотворение. Журнал Евангелия за колючей проволокой. Прополю Ярова Николаевича Пести. Это мне прислали. Какие письма пишут им заключенные. Адрес все пишут. Все свои можно написать. Но не советую. Не советую. Пока не помолитесь. При условии молиться. Что вам было откровение. Писать или не писать. Это опасно. Адрес. 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 Какие они. Они не имеют священства. Все обобрали. Открыли газ. Включили утюг и сунули под подушку Когда уйдут, чтобы разгореться и взорвало Вот и все У нас тут было православных И мы шубы выдали и все Но кто-то из заключений выходит Они сразу меняются То есть они на страже Здесь хоть тысячу человек праведных Будь, все святые соберись И они будут все ходить Но только один из них из тюрьмы придет Он всех победит И они шубу пропили Бросились на священника Давай его душить И это ничего нельзя сделать Ничего, только выгнать А к другому в окно залезли к священнику Тоже чудом остался живой А он уж ходил к ним Там крестил их Ну, фишка все это Одно, как говорил Сергей Георгиевич Козлов парализованный Одни брехуны И вот теперь Я им написал в ответ Благодарность Сейчас я увеличу Чтобы можно было просчитать Благодарю Всегда помню о том Как первый раз услышал Проповедь по радио Ярла Николаевича Пести Когда жил в Венсполсе Латвии В 1962 году И работал на корабле Прошло уже 57 лет Вот видеоролик Как мне пришлось побывать там В нашей миссионерской работе Когда мы из города Барнаул Алтайский край Прошли 120 тысяч километров Посетили 650 городов и районных центров Дошли до Владивостока Порта Находка И потом прошли всю Европу До Лиссабона Португалии Скандинавию Прибалтику Север Прошли 6 мусульманских Республик И Турцию И дальше 52 года в пути Латвия Венсполс Господь благословил Подарить 650 библиотек Мои 38 томов Квик Все они на нашем сайте Во свете Библии Открытым оком Игнатий Лапкин И дальше Православный библиотический сайт Вот наши Ресурсы Прочитайте Здесь 16950 Наш видеоролик И места писания Подтверждающие Это Что проповедовать надо Это я им все Скинул туда Наши данные Ну и дальше Перевод на английский язык А они с Америки Эти ребята Им просто интересно Может быть Будет Но скинул И Вчера скинула А сегодня Получил уже ответ Ответ получил Вот сейчас Прочитаете его Вот пишет Вот пишет один Василий Иванов Интересно На скорости Игнатий За день За три дня Годовой курс За 12 дней Весь курс Катехизации За 36 дней Три раза Пройти Катехизацию Если у человека Есть уже знания То ему намного Легче будет К скорости В два раза Надо привыкать Когда привыкаешь Их полутора Чтобы к ним привыкнуть Надо на каждую Потратить по два дня Мозг быстро привыкает Не обязательно Тратить на учебу 16 часов дня Так как мы Выявили Быстрый метод изучения Без его укорочения То время На изучение Можно тратить Меньше В зависимости От способности Усваивать И занятости Человека 12-дневную Полную катехизацию Можно увеличить До 24 дней Но на учебу Затрачивать Не 16 часов В день А 8 Роликов же Будет Просмотрено На 16 часов И за скоростью Дух Я пишу Ответ При механической записи На магнитофонах Мне как раз И пришлось Воспользоваться Этим методом Но вот при прослушивании Это никак не пройдет Тут нужно В реальном времени быть Тормозить До осмысливания И многое прослушать Даже не один раз Спешить нужно Почти везде Кроме молитвы И чтения Слова Божия Это абсолютно Выверенный закон Вот я так и ответил Ливон Арутюнов Пишет Игнатий Тихонович Благодарю вас За радушный прием И что Уделили мне Время и внимание Как дойду до Тбилисти Буду пробовать Делать ролик На ваши стихи Также есть желание Сделать документальный фильм О вас Надеюсь Вы не против Может у вас Есть готовый сценарий Со своим сценарием Пока не созрел Можно было бы Сделать фильм Об общине В целом И о вас В частности Никакой коммерческой Заинтересованности Не имею В случае Создания фильма Вы будете первым Кто его опубликует Но это так На будущее Сам приближаюсь К Казани Без происшествий Слава Богу Фильм Можно назвать Тридцать лет спустя Имеется ввиду Относительно Фильма Златоуст Из Потеряевки Я отвечаю Сценарий давно готов Нужно посрочно войти В описываемое В моем стихотворении Пример себе Своим воображением И как оно исполняется Виктором Николаевичем Савченко Ну и дальше Стихотворение Из города пишут Вобьешь свой гвоздь В крышку Ленинского гроба Приближешь Святую Русь И вот политическое Тут сокрытие А я им отвечаю Посылаю статью Прокричь человек Который надеется На человека В газете было Еремея 17.5 Вот прочитайте Про Ленина Когда через Семидесятилетний порог Брызнули первые лучи Гласности и свободы И стража Не дождалась Воскресения Этой мумии Ленина Взору современников Предсталась Чудовищная химера Маленький лысый пигмей Угробивший Прекрасную страну Сто миллионов жертв Принесенных в угоду Его сатанинскому учению Потребовали отмещения Тот На кого надеяли Целое поколение Образ Кого лакировался И стилизовался Под звериные нравы правителей Оказался По своей жизни Биографией Не до человеком Вина его и грех Столь велики Что входишь в соблазн Да человек ли это был Или дьявол В человеческой оболочке Только бездомные уголовники Могут посчитать Этого величайшего Тирана и деспота Врага рода человеческого В памяти народа Он останется Как притеча антихриста Обольсивший всю вселенную Ну и далее Все это говорится Пророчество Новозаветное времени Алтай запрограммирован На войну вопрос Это моя статья Из разных газет Беру В истории мира События часто повторяются Трижды При двух или трех свидетелях Истина Первый вилон Древний Рим Второй Константинополь Третий Рим Москва А четвертому не быть Эпифания Славянецкий пишет В России связаны имена Михаила Владимир 1612 год Михаил Федорович Романов Основатель российского государства 1917 год 2-3 марта Император Николай II Отрекся в пользу брата Михаила Конец созидания 1991 год Михаил III Сергеевич Горбачев Полагает предел Раздробление Рассещение Смешение Различных народов Вавилон Смешение В религиозном плане Князь Владимир I Крещение Руси 1917 год Владимир Ульянов Раскрещение Руси Обряд раскрещения Происходил в древности так Юлиан Ульян Отступник Вошел в глубокую яму Над которой натянута сетка Через которую на него Обильно брызгали Крапили быщей кровью Сын Правнук Ульяна Владимир Низверг профес Мглы Мрака России Затянул весь белый свет Решетками ГУЛАГа Потопил все Крови Невиновных И виновных Ну и о третьем Владимире говорю Кто из них Может быть Коридор Алтай Рерихов Соби Катунь Все прочитать надо Вавилон Москва Идол Вилл Владимир Ильич Ленин Миллионы Ему мучены Проглощены Смотри Пир сатаны Владимир Русак Архипелаг ГУЛАГ Солженица Шаламов Солухин При свете дня Посещу Вилла Вавилон Исторг Изуз Проглощены Им И народы Не будут Более Истекать Все к нему Даже из стены Вавилонские Падут Еремия 51 44 Началась Реабилитация Невинно Убиенных Проглощенных Лысым Пигмеем Сегодня На Алтае Неспокойно Левое Смертельно Раненое Уродство Оживает Служа Презренному Чудовищу Питающему Детеныша Изрыгнутым Ядом И вполне Вероятно Что попытается Взяться Из-за оружия Брат на брат Опять Или же с юга Китая Бия Катунь При слиянии Их Третье Едро 15 44 И подниматься Пыль и дым До самого Неба Если это Запрограммировано То сбудется Это статья Жизнь Алтая Июль 1998 Олег Пишет Посмотрел Спасибо Беспокоит Вопрос о том Как влияет на Духовное развитие Питания Вы практикуете Простое питание Без мясоедства У нас в рационе Мало мяса Но все же Допускается Несчастно Белое мясо Птицы Соленое сало Как вы думаете Можно ли Оставить эти продукты Или же они Негативно Сказываются на здоровье Образи мыслей Отмечаю 1 Тимофея 4.1 Прочитайте Продолжение следует... Вот мне ответили. Здорово, Геннадий Тихонович. Благодарим за очень интересное письмо. Если вы желаете регулярно получать журнал «Евангелие за колючей проволокой», то сообщите нам, пожалуйста. Ваш адрес не изменился? И говорит, брат Эдуард, я отвечаю, мир вам, дорогой Эдуард, и все ваши соработники. Ваш ответ получил. Благодарю. Пометьте, что мне никогда ничего не присылали. Потому что я в разъездах и получать некому. На почту не хожу, и адрес теперь совсем иной. Тот барак, где жил, подлежит сносу. Теперь мой адрес. Даю на тот случай, что если когда придется быть здесь, могли бы мы встретиться. Ну, я обещаю. Если когда будете звонить, то никогда не алёкайте. А сразу же, не слыша ещё ни слова от нас, говорите, кто, что и зачем. И только тогда услышите от нас ответ. А иначе ни слова в ответ не будет слышно у вас, ни звука. Можете по скайпу выйти на меня и поговорим на любую тему. Вот условия для связи для всех. Леонид пишет. Брат Игнатий, скажите, пожалуйста, может ли каждый христианин считать себя учеником Христа? Тогда как разумеет Лука 14, 33? Что значит отречься от всего, что имеешь? Спаси Христос. И Вячеслав пишет. Игнатий Тихонович, на вас должна выйти моя тёща София Матвеевна. Беседовала с ней долго. У неё вопросы какие-то есть. Там мощный монашеский дух. Прошу принять с любовью. Рад принять Софию Матвеевну. Понял, готов принять. Она пишет. Мир вам, это София из Казани. Мама Екатерины Семёновой, жены Вячеслава Семёнова. Я говорю, сначала напишите внизу в скайпе, могу ли принять. Глазов должен быть. О постах дальше заговорили. Ну, я тут скинул им о постах. Материал к истинному православию. Там подробны. В какие дни. Ну, вот так. В воскресный день. Что делали? Как всегда встали. Я ночью рано встал. В первом часу почту разбирал. Потом прилёг. В 4.40 подъём. Помолились, подготовились. Володя пошёл там топить в храме. Ну, а дальше что? Богослужения без батюшки. Собрания. Песнопения. Трапеза. Занятия. Ну, а дальше уже своё тут. Я занимаюсь. Вот такой прошёл прекрасный воскресный день.